Двух часов, отведенных на парламентские слушания, сегодня явно не хватило депутатам Государственного Совета. На повестке дня стоял один вопрос обсуждения главного финансового документа, по которому республике предстоит жить ближайшие три года. Все выступающие отметили, что параметры бюджета Чувашии заметно выросли, за последние пять лет они увеличены. Практически вдвое расходы республиканской казны оцениваются почти в 71 миллиард рублей. Основная их доля ложится на реализацию вопросов социальной политики почти 28%. 25% на образование, значительные средства направят на систему здравоохранения, увеличивается денежное вливание на ремонт автодорог и программу по переселению из ветхого и аварийного жилья. Однако вопросов у депутатов тоже было немало. Появятся ли новые школы в Кугесях и Новочебоксарске, зарезервированы ли средства на расходы, связанные с пандемией коронавируса, зазвучали и предложения о том, как стимулировать застройщиков, чтобы они возводили больше квадратных метров социального жилья. Сегодня есть какие-то точечные решения. Вот я знаю, там в Красных Читаях сейчас дом или достроился, или достраивается там позиция третьего треста, который сразу, значит, определенное количество жилья там заложил именно под социальную категорию. Там чуть ли не половина дома отдается как раз детям-сиротам и так дальше. Где-то идет сегодня это на партнерских отношениях, а там, где сегодня речь идет о масштабном вложении государственных средств, естественно, это должно быть положено, естественно, на бумагу, как уже четкое обязательство. Министр финансов Михаил Ноздряков также добавил, что несмотря на то, что бюджет – это сложный, объемный документ, тем не менее он довольно живой и легко принимает изменения. Первые, как правило, появляются уже в январе-феврале, после того, как подводятся окончательные итоги прошедшего года. По мнению руководителя ведомства, эти изменения не заставят себя ждать и в 2022-м.